В России Вольво всегда считалась престижной маркой. Причем продавцы этих машин особо подчеркивают, что даже во времена первоначального накопления капитала на Вольво ездили интеллигентные люди, а не новориши, заработавшие шальные деньги. И если раньше Вольво С80 себе могли позволить очень немногие, то сейчас автомобиль стал доступнее с каждым годом на рынке все больше и больше поддержанных 80-х. Многие покупатели поддержанных Вольво рассматривают модель С80 как реальную альтернативу набившим оскомину глазастому Е-классу от Мерседес или БМВ пятой серии. Вольво всегда славилась своей безопасностью. И даже когда других производителей не очень интересовалось, что будет с человеком после аварии, в Вольво думали о безопасности и водителя, и пассажира. Достаточно только отметить, что шведская компания стала первой серийно устанавливать на свои автомобили ремни безопасности. Однако со временем шведские танки стали страдать от своего слишком безопасного имиджа. А в Америке появилось даже обидное прозвище – Вольво Драйвер, которое давали безнадежным чайникам. Это естественно не нравилось руководству Вольво. И в результате в 95-м году появилась новая машина совершенно новой генерации – Вольво С40. А в 98-м году публике показали и первую 80-ку. Первая С80 продержалась до 2006 года. И на смену ей пришла как раз такая машина, как наш сегодняшний герой. Наша машина 2006 года. Выпуска она одна из первых в своем поколении. Но, тем не менее, она уже в новом кузове с самым распространенным мотором 2,5 литра. Стоит упомянуть, что в конце 90-х все ждали дебюта Вольво представительского класса – С100. Но в 99-м году легковое подразделение Вольво приобрела американская компания Форб. И новые хозяева решили, что шведам пока еще рановато делать крупные машины. Сейчас, когда концерн принадлежит китайцам, снова появилась информация о возможном появлении машины представительского класса. Вольво не только на словах декларирует то, что шведские автомобили – одни из самых безопасных в мире. Даже в дешевой комплектации присутствуют все системы пассивной безопасности. Не считая привычных аэрбэгов для водителя и пассажира, С80 оснащается надувными шторками, защищающими голову при ударе сбоку. Правда, обратной стороной всех этих нововведений стала высокая стоимость ремонта автомобиля после аварии. А для нас с вами это означает, что стоит очень внимательно осматривать машину на предмет восстановления после возможной аварии, так как далеко не каждый хозяин будет их добросовестно восстанавливать. Это огромные затраты. Например, только восстановление передних подушек обойдется вам 90 тысяч рублей. А вот точно диагностировать их наличие в автомобиле можно только на сервисе. Говорить о проблемах с коррозийной устойчивостью С80 не стоит. Даже первые 80-ки не имеют никаких следов ржавчины. Максимум – вы можете увидеть какие-то сколы краски до металла. Но не более того. Не должно быть претензий и к салону. Толстая кожа прекрасного качества. Отличная эргономика, стыковка панелей. Достаточно для комфортной езды электропакет. В общем, все не хуже, чем у других премиальных брендов. Как это часто бывает с материалами высокого качества, они менее подвержены износу. И после почти шести лет эксплуатации автомобиль выглядит как новый. Система управления вентиляцией, пожалуй, одна из самых удачных. Достаточно взглянуть на нарисованного человечка, и сразу понятно, какую кнопку нужно нажать для того, чтобы воздух дул куда нужно. А главное – система очень надежна и отказами не грешит. Правда, по салону все же есть один нюанс. У машины прошлой, генерации этой, есть проблемы со стеклоподъемниками. Говорят, что они ломаются каждые полгода. Ну, правда, сейчас есть мнение, что этот механизм уже улучшили. Конечно, на решение, брать или не брать такой автомобиль, стеклоподъемники решающего влияния не окажут. Но все же, к сведению, вам стоит знать, что ремонт обойдется порядка шести-семи тысяч рублей, а отказывает обычный моторчик. В остальном же электронные системы Volvo S80 работают очень надежно, а какие-то поломки носят единичный характер. При осмотре автомобиля обратите внимание на бортовой компьютер, выводящий на экран всевозможные надписи. Если они есть, то лучше отправиться в фирменный сервис и провести полную диагностику машины. Особенно это касается тех случаев, когда компьютер пишет фразу «service urgent» – требуется срочное техническое обслуживание, или «service required» – требуется техническое обслуживание. У этой машины такие надписи появляются в случае, если обращение в сервис действительно необходимо, а устранение причины может вылиться в серьезную копеечку. Всего за время жизни этой модели вы можете встретить у нее большое разнообразие двигателей. Например, бензиновый мотор, самый младший – 1,6, 180 лошадиных сил, а моторы 1,6 дизельные – это 109 и 115 лошадей. В двухлитровых моторах – аж 4. Один из них – дизель – 163 лошадиные силы и три бензиновых. Атмосферник – 146 лошадиных сил. И два турбированных – 203 и 240 лошадей. Вышеназванные двигатели 1,6 и 2 литра встречаются в России очень редко. Оба мотора надежные, к ним нет никаких претензий, они порадуют вас небольшим расходом топлива, и только в паре с ними может быть механическая коробка передач. Самый распространенный мотор – турбированный, 2,5 литра. 200 лошадиных сил как раз как у этой машины. В 2009 году он получил новую степень форсировки и стал выдавать 231 лошадь. Мотор прекрасный, надежный. Турбина ходит не менее 150 тысяч километров при должном обслуживании. Единственное, что нужно помнить в наших условиях эксплуатации – это вовремя менять воздушный фильтр. Если фильтр начнет не справляться со своей работой, то может выйти из строя датчик массового расхода воздуха. Тогда двигатель будет работать неровно, а обороты будут плавать. Второй по распространенности мотор – это 3,2 литра. Он дает отличную динамику, он надежен. Его мощность – 238 либо 243 лошадиные силы. Но если у мотора 2,5 литра расход – 11-14 литров, то у мотора 3,2 он доходит в городе аж до 17. На удивление, Volvo S80 довольно спокойно переносит российский бензин. Но его использование, как всегда, приводит к известным результатам. Раньше времени приходится менять свечи зажигания. Вместо положенных 15-20 тысяч придется покупать комплекты свечей каждые 7-10 тысяч километров. Причем вместе с заменой свечей зажигания рекомендуется провести прочистку форсунок. Обойдется это около полутора тысяч рублей. Также от грязного бензина часто ломается и топливный насос, так как в нем просто-напросто засоряется фильтрационная сеточка. Его замена в общей сложности потребует порядка 14 тысяч рублей. Еще два малораспространенных мотора – это трехлитровый 286 и 304 лошадиные силы и 4,4 литра 315 лошадиных сил. И если первый мотор ничем особенным себя не запятнал, то от мотора 4,4 производитель отказался в 2010 году. Этот самый мощный силовой агрегат ставился и на другие модели концерна. Он давал великолепную динамику, но был очень высокотехнологичный и, соответственно, сложный в обслуживании, но и при этом не очень надежный. Для наших широт полный привод никогда не мешал. Система полного привода «Вольво» основана на технологии постоянного полного привода на все колеса. Управляемая электроникой гидравлическая муфта – сердце системы полного привода нашего автомобиля была разработана в сотрудничестве со шведской компанией «Халдек», специализирующейся на производстве муфт для автомобилей многих производителей. Может быть, поэтому и надежность этого узла оказалась на высоте. При покупке поддержанной S80 выбирать машины с самыми мощными моторами было бы не совсем правильно. Конечно, приятно, когда у вас под капотом более двухсот лошадиных сел. Но, тем не менее, такие автомобили имеют целый ряд своих недостатков. Например, опыт эксплуатации «Восьмидесятки» с моторами 3,2 и 4,4 показывает, что их передняя подвеска чаще требует ремонта, ведь эти моторы банально тяжелее. Передняя подвеска здесь «Макферсон», что значительно облегчает ее ремонт в сравнении с «Одноклассниками» других брендов, потому как обычно у машин такого класса используется многорычажка. Например, стойки-стабилизаторы у таких машин могут выйти из строя уже на 15-20 тысяч километров пробега. У машин с меньшими моторами таких проблем не бывает. На треть быстрее у таких S80 изнашиваются рычаги передней подвески, точнее, сайлент-блоки рычагов, благо стоят они совсем недорого. Еще один недостаток Volvo S80 с мощными моторами в том, что запчасти на них стоят дороже, чем на машины с моторами менее скромными. Например, упомянутый мной датчик расхода воздуха для машины с двигателем 3,2 будет стоить аж 15 тысяч рублей. При этом на машину со скромным мотором он будет стоить порядка трех тысяч. Вообще подвеска Volvo не имеет никаких ярко выраженных слабых мест. К 100-тысячному пробегу могут потребовать замены много мелких деталей подвески, например, амортизаторов или шаровых опор, что на самом деле уже нормально. Но стоит учитывать, что запчасти для Volvo стоят совсем недешево. Например, амортизаторы обойдутся вам по 4,5 тысячи рублей. Хотя почти на каждой запчасти есть свои неоригинальные близнецы. Безопасность – конек Volvo. По Евро-НСЕП автомобиль продемонстрировал хорошие показатели во всех испытаниях. Особенно в боковом краш-тесте, где голова водителя была полностью защищена шторкой безопасности. В Евро-НСЕП ранее уже тестировали использованную в С-80 систему защиты пассажиров детей. Ее показатели – одни из лучших. Вольво С-80 – не самый распространенный автомобиль. Отчасти поэтому на дополнительные системы безопасности можно не тратиться. Она совершенно неугоняема. Казалось бы, картина эксплуатации безопасности восьмидесятки выглядит как очень радужная. Но позвольте мне добавить и ложку дегтя. Все вышеперечисленное надежности – верно, но еще не говорит о неприхотливости. Вольво – прекрасная машина, но для высокопрофессиональных сервисов, для больших городов и для хороших дорог. Стоит также заметить, что эти машины очень сильно теряют в цене. То есть, если вы покупали новую машину около 2 миллионов рублей, то при продаже через 3 года она стоит порядка 800-900 тысяч. Если же вы решили стать обладателем поддержанной восьмидесятки, то помните, что машина очень сложная. Ее обязательно нужно проверять у дилера. И, например, в данный момент у представительств есть программа по выбору поддержанных машин, которой, может быть, и стоит воспользоваться. Конечно, цены при выборе поддержанной машины у дилера будут выше, чем при покупке у частного лица. Но зато по такой программе качество гарантировано. А решать уж вам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова